Приветствую вас! В вашем тексте есть два момента, на которые мне бы хотелось обратить ваше внимание. Первый момент заключается в том, что вы по неким причинам мистифицировали публичность своего счастья. Что означает мистификация? Что означает подобное отношение к тому, что вы можете быть счастливой, можете быть и являетесь счастливой. По пока неизвестным обстоятельствам вы теряли мужчин каждый раз, когда об этом кому-то говорили. А ответственность за подобное исчезновение вы, значит, возлагали на сам факт публичности. То есть, вот, вы рассказали кому-то о том, что у вас появился мужчина и всё, и он исчез. Да? Далее. Это не так. Тот факт, что вы рассказывали кому-то о своих отношениях, ни в коем случае не означает, что человек обязательно должен исчезнуть. Определенно в вашем поведении что-то менялось, что-то, что заставляло мужчину исчезать. Ну, может быть, это было проявление такой вот ненадёжности, нестабильности самого мужчины. Ну, вот так вот у вас складывалось, что мужчина всегда был настроен, например, на несерьёзные какие-то отношения и так далее. А вы как бы расценивали это как следствие именно вот ваших каких-то слов, ваших каких-то действий. Может быть, и другая причина, что именно в вашем поведении что-то менялось так, что человек исчезал. То есть вы его сами просто-напросто чем-то отталкивали. Ну, или как-то вы его отталкивали. А вы это списывали на вот эти вот мистические обстоятельства. То есть здесь нужно выяснить, что именно, что конкретно приводило к исчезновению мужчины, чтобы вы не говорили о том, что он сейчас все любит тишину. Сейчас все любят тишину, но совсем по другой причине. По причине того, например, что счастливые люди часто становятся объектом зависти. и завистливые люди вмешиваются в их жизнь, таким образом портя их существование, счастливых людей и так далее. Может быть, правильно? Но это не мистик. Это объективная установка личных границ, которые нужны человеку для того, чтобы не поддаваться влиянию других людей. Чтобы не поддаваться влиянию окружающих. Это правильно. Вот это вот первый момент. Его нужно разобрать. Потому что, ну, вы говорите, что так как каждый мужчина, который появлялся в моей жизни после того, как кому-то рассказывал об этом, исчезал. Это означает, что подобное было у вас не один раз и не два. А значит, имеет место быть сценарное поведение. И тем, что вы не рассказали подруге, вы не убрали сам этот триггер, который впоследствии может проявиться уже в другом симптоме, а вы даже не придадите ему значение и, ага, в итоге потеряете своего мужчину. И будете страдать. Второй момент. Делается в том, что ваша подруга, она, скорее всего, заверит вас. И третье лицо, которое, как вы говорите, влезло в ваши отношения и испортило их, а ваше замудество расставило от цветочки над «и», это всего лишь, опять же, следствие. Первая причина заключается в том, что подруга ваша, скорее всего, еще когда вы общались и почувствовала, что вы отдаляетесь, и поняла, что ваше отдаление связано с тем, что вы ввели кого-то еще в свою жизнь. И подруга не смогла признать того факта, что вы счастливы. И именно поэтому, потому что она не смогла признать того факта, что вы счастливы, она стала ответа другой подругой. То есть это не ваша ответственность. И не ответственность того третьего человека, который появился между вами и подругой. Это ответственность самой подруги, которая позволила третьему лицу быть между вами. Вот просто позволила. Ну, такая вот позиция у вашей подруги. Позиция ее, в целом, эгоистичная. Позиция ее, в целом, направлена на себя. Именно на себя, не на вас, а на себя. И совершенно очевидно, на мой взгляд, что другую подругу, с которой она сейчас общается, человек, также эксплуатирует. Эксплуатирует так же, как, ну, когда-то, видимо, эксплуатировала вас. Хорошо это или плохо, я полагаю, не так важно, потому что, ну, в конце концов, у каждого свой выбор, и каждый сам решает, что делать, и как быть, и как устраивать свою жизнь, и как устраивать свои отношения с другими людьми. Я же просто хотел бы, чтобы вы вот эти аспекты не забывали. Чтобы вы все-таки помнили, старались хотя бы помнить о том, что вот ваша подруга, она сама, она сама сделала так, что вы перестали быть вместе. Это ее ответственность, не ваша. Вот это вот, понятно, вам нужно понять. И как вести себя дальше, спрашиваете вы. Ну, во-первых, я полагаю, что нужно объяснить вашей подруге, если вы этого еще не сделали, ну, мне кажется, что сделали, конечно, но, тем не менее, подруге вашей нужно все объяснить, как следует. Сказать ей, почему вы не говорили ей про замужество, это не будет сложно, если она в курсе ваших проблем. И если подруга ориентирована на вас, а не на себя, то она поймет и не будет держать на вас зла. Отношения у вас же, они, как раньше, скорее всего, не будут, но, по крайней мере, вы сможете сохранить какую-то связь с подругой, и, вполне возможно, в будущем вы сблизитесь. Ну, просто потому что жизнь довольно-таки большая, длинная и терять людей, с которыми вы друзьями, ну, я думаю, не есть хорошо и не есть правильно. Тем не менее, решать, конечно, вам и только вам. На этом все. Надеюсь, что помог. Если у вас остались вопросы, либо что-то непонятное в моем ответе, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!